Количество заболевших ковидом снижается крайне медленно. При этом у школьников наблюдается даже рост заболеваемости. Что касается остальных заболевших, большая их часть свыше 40% пенсионера. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян рассказал, что во время майских праздников резервный коечный фонд будут сохранять на уровне 20%. В штатный режим работы на этой неделе переведут еще около 300 коек. Запаса лекарств в области хватит на 45 дней. Армен Бинян подчеркнул особую важность вакцинации от ковида. Все ресурсы области сейчас направлены на расширение обхата вакцинации. Мы используем мобильные медицинские комплексы. Мы стали работать у торговых центров и на массовых спортивных мероприятиях. Две поликлиники мы перевели в круглосуточный режим работы. И надо сказать, что вечерняя вакцинация пользуется спросом. Поэтому мы расширяем этот опыт. И еще более чем в 10 учреждениях области переходим на 16-часовой режим работы. И до 24.00 будет осуществляться вакцинация во все ближайшие настоящие дни. В ближайшее время ожидается поставка еще порядка 73 тысяч доз вакцины. Министр напомнил, что чем раньше в области сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Особенно важно привиться пожилым. Всего в области привиты более 278 тысяч жителей. Из них свыше 184 тысяч получили инъекцию второго компонента. Глава региона этими цифрами остался недоволен и распорядился нарастить темпы. Я представитель средств массовой информации спрошу. Коллеги, вам звонили кому-нибудь? Нет, Армен Сакович. Нет. Не работает. Вот мне в течение двух дней запустите масштабный обзвон населения с приглашением на вакцинацию. Сформируйте этот речевой модуль, который бы поздравлял, приглашал и в майские праздники использовал. Короткий и четкий. Чтобы люди выходные дни, если рабочие не могут найти время, в эти длинные выходные дни пришли и на вакцинацию. Участники штаба продлили действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+, а также запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей до 10 мая. 1 мая демонстрации массовых празднований не будет, но в парках и скверах должна царить праздничная атмосфера, играть музыкой, работать фонтаны. Во время проведения парада 9 мая трибуны будут заполнены на 50%. На входе будет проводиться термометрия, соблюдаться дистанция и масочный режим. Виктория Шарая, События.